как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер четыреста шестьдесят три тема сегодня плейбэк театр и передвижная арт резиденция русский характер спикер динара садыкова к точка ком кетчер подчеркивание креатив динара добрый день здравствуйте динара ну кетчер по-английски это ловец но не снов а креатив то есть ловец какого-то креативного состояния видимо как вы себе объясняете ваш ник в контакте да я бы сказала даже ловец креатива или ловец творческих состояний творчество потому что у меня вообще мечта идиота это создать такое большое качественное креативное сообщество так вот людей которых цепляет вообще которым нравится творчество ну то есть я вот их ловлю на свою какую-то творческую жилку на свое вдохновение а я вас словил у вас на даче вы там вышли от домика подальше в лес на кочку присели и это тоже импровизация да как вы пишете вижу красоту жизненного опыта каким бы он ни был и преобразовываю его произведение искусства и вот теперь а что же случилось когда это было 10 лет назад чтобы вдруг из 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 журналистики успешно были журналист да это пиарщик по моему еще да и равным сотрудничали с пермскими изданиями с федеральными вдруг вас засосал театр этот импровизионный импровизационный что в жизни случилось трагедия какая-то может быть наоборот я думаю что это произошла переоценка ценности которые собственно происходят в жизни каждого человека да исходя из того каким образом человек проходит этот этап в общем складывается жизнь я думаю что но у меня вот как раз это произошло на тот момент я задала себе вопрос вообще а зачем я всем этим занимаюсь почему я вообще с журналистикой зачем заниматься да ну то есть там началась эта история пошел народный фронт когда там было понятно что выборов уже не будет в общем и я себе честно стала задавать эти вопросы ну понятно то есть пространство свободы сужалась и вы решили найти свободу в другом вообще в другом измерения театральном да но не театрально потому что это не совсем театр на самом деле это театральное это современный театр это перформативное искусство это современный театр и на мой взгляд сейчас в данный момент ну творчество это единственная площадка единственное место где человек может более-менее ощущать себя свободным то есть он говорит ему может их чувствах он может выражать свои мысли и выражать это ну вот в моем случае формативных вещах да и в том числе плейбэк театр для меня вот перформанс и плейбэк театр это один из видов перформативного театра скажем так на были подкасты про импровизационный театр искусство импровизации в том числе для предпринимателей потому что это развивает навык это презентации личного бренда и вообще свободы до на публики а плейбэк театр это на стыке театра импровизации и психодрамы это вот сразу мне это слово пришло я посмотрел точно вот расскажите как они связаны а они связаны на самом деле это не на стыке театра импровизации психодрамы я буквально несколько минут расскажу об том как был создан театр каким образом он стал пересекаться с психодрамой создал его джонатан фокс 60 и 70 годы ну то есть он относил себя к хиппи и он создал этот такую форму современного театра после того как послужил послом доброй воли в непале туда он отправился для того чтобы избежать службы во вьетнаме вот и он то есть там был момент когда он жил среди чужих людей в чужой традиции в чужой культуре и довольно неловко себя чувствую и откровенно говоря паршивенько и грустно и однажды он увидел как женщина тут там в индии в непале да есть тоже такие блаженные ну так сказать да таки пробужденные блаженные их по-разному назад у нас был василий блаженный самый знаменитый да такой товарищ и в общем а он обернулся на нее посмотрел и она ему вот такую вот грустную мину состроила да что он такой грустный был да ему состояние был таким грустным и это его подбодрило то есть когда вообще он увлекался театром она мгновенно считала его состояние и изобразила и послала ему обратно да совершенно верно то есть да и он ловил этот принципе когда он приехал обратно в америку он предложил друзьям вот поделать такой плейбэк то есть он придумал некоторые формы и плейбэк состоит не только из структуры определенная да и эта структура называется формы то есть он там было две или три формы вот начально он предложил их и они с друзьями это был акционистский театр то есть они на площадях давали такие перформансы акционизм но вы понимаете да что это один одна из форм вообще ну то есть современном театре и плейбэком заинтересовалась супруга марена марена это создатель психодрамы и она его пригласила в свою группу для того чтобы джонатан фокс делился тем на чем основан его театр и в то же время он мог бесплатно собственно за счет этого посчитать познавать законы психодрама и таким образом а ну то есть да что то я думаю что он взял как любой художник да мы берем извне какие-то вдохновения какие-то образы да и мы их перерабатываем через себя и в своем творчестве уже несём я думаю что это таким образом связано это не психодрама ну как хочется сразу же сказать это не расстановки люди потому что путают и они думают что они придут сейчас на психотерапевтическую работу это не так ну то есть у меня лично нет такой задачи я развиваю плейбэк как вид современного искусства а как говорила марина абрамович да перформанс это обмен энергии между зрителем и актером перформанс это как бы искусство в котором зритель воздействует на предмет искусства но они вместе меняются совершенно верно получает новый опыт да все верно вот и вы сейчас на стыке как бы с одной стороны вы тоже предприниматель потому что вы проводите платные мастер-классы по этому методу а с другой стороны вы еще социальный предприниматель у вас социальный проект сейчас называется тоже на грант да он наверное дата арт резиденция русский характер и вы по пермской глубинке ездите и это все народу предлагаете как народ реагирует а вы знаете для была удивлена например селе почка почча чарлинского района там был а вот да ну а мы ездим на самом деле у меня четыре территории по проекту это кудымкар был был осел был опокча было ханский вот сейчас сентябре будет поселок орел это усольский район я помню мы тоже ездили со своим я там тоже участвовал в гранте как специалист по тренинг тренинг по мастер-классам интервью и ток-шоу помню как народ реагирует то есть это очень сложно у меня включаются ну то есть я им предлагаю ну мы начинаем нашу историю с плейбэк театра да и в общем вот на именно за счет плейбэк выстраивается такой доверительный диалог а сложно ли что первый человек вышел и сказал вот у меня была такая история в жизни давайте проиграем проиграйте ее и там у вас актеры и вы как ведущие и еще обязательно присутствует музыкант который саундтрек предоставляет но тут же и это же целая технология на самом деле по взаимодействию с залом ну то есть я как ведущая понятно что мы такие ну не не бывает такого что мы такие пришли я такая так ребята давайте все срочно выходим кто-нибудь рассказываем нет заранее но вы никого не готовите из зала да чтоб он свою историю стал нет нет вы не знаете кто выйдет из какой истории нет это принцип плейбэка на самом деле когда люди начинают рассказывать истории и одна история другую из-за нее еще одна из-за нее еще одна и таким образом формируется целая арка перформанса ну то есть это именно энергия этого места этого времени а вот энергия вот этой пакчи там есть что такое мифологическое с чем-то таким люди выходят рассказывают слушайте ну да у меня вообще ну то есть там видео арт учился великолепный просто я пока не выставляю их потому что они ну как бы вот ребята технических дорабатывают там со светом работают но со звуком где-то да вот скоро очень я выставлю и в пакчи вот что меня поразило кудымкар и пакча и ну вот пакча особенно да то есть люди они как будто бы все ну вот это вот есть какая-то языческая вообще составляющая и она где-то вообще глубоко внутри несмотря на то что мы уже там 21 век у нас уже наоборот готовы да вот в этом языческом как сказать ну для городского жителя это все довольно необычно и страшно они наоборот готовы да получается они в этом да то есть ну например там женщина во время playback performance рассказала историю о том что есть свекровь в свое время говорила что после полудня там вообще в лес лучше не ходить потому что до полудня еще как-то спят все эти лесные духи а потом они уже просыпаются ну то все вот это вот и ну то есть и и у нас зашел за это по этому поводу разговор то есть да и стали говорить о том что молодежь не знает вот этих вот традиций а надо знать ну вот этих вот примет да и вот очень много-много потом про призраков они стали рассказывать ну то есть по себе место располагает каким-то таким вот мистическим ощущением переживания вот и история огромная колоссальная ну вот об этом мы часто упоминаем но подробно не говорим понятно почему по итоги спецоперации особенно воздействие на психологически много психологов выступает на эту тему депрессии и так далее но тут наверное проявляется как-то другой стороны вот на этих территориях что-то можете сказать то есть как люди перерабатывают травматический опыт посттравматический синдром и так далее через эти практики я вам знаете ну как бы я я стараюсь эти темы не трагивать специально ну то есть если человек сам не начинает понятно вот я говорю что-то подобно люди с этим выходят не знаю у кого-то там ушел сын на спецоперацию ну и так далее понятно но пока что не было таких историй пока что люди я думаю они они не готовы про это говорить да а про что они наоборот с удовольствием говорят вот мифологический сюжет а еще что свои какие-то истории с родной вот если говорить непосредственно про передвижную арт-резиденцию то есть я же задаю канву ну то есть да я предлагаю людям вообще поисследовать понятие русскость что такое русский характер да и ну собственно люди рассказывают истории там вот например у нас также в пакче рассказала женщина история о том что она вообще дочь репрессированных немцев она рассказала как ее родителей в послевоенное время или в военное время там было что-то прям но про тот опыт они готовы когда прошли уже 50 лет дали сколько тут вот я сама на самом деле не готова вообще как-то затрагивать эти темы ну то есть я готова с человеком разговаривать если он ко мне пришел и говорит что его там волнует это да вот я готова давать телесные практики для того чтобы человек ну как-то опору у себя развил и устойчивость да вот это чтобы не болтала башка чтобы не тряслать эмоциональных не было чтобы но вот это вот ну тряски да по поводу того что как дальше потому что тело это единственный инструмент который у нас есть ну в котором мы есть и в общем то опираясь на тело можно развить устойчивость и опору и это единственное что у человека есть для этого и перформер это не актер да как вы говорите он как бы что это такое перформер зеркало ну зеркало да отражение ну то есть это эмоции улавливает вот этот кетчер который ловит сны а вы тут ловите эмоции да эмоции на самом деле ну то есть в нашем обществе очень мало сейчас последнее время уделяется много на самом деле о таком понятии коммунальный интеллект да ну то есть об открытости об искренности да но на самом деле человек же мало чего знает а вообще о сути эмоции ну то есть зачем они нужны ну то есть и мы привыкли да что нам есть какая-то персона да что то соответствуем да в обществе когда мы взаимодействуем с людьми а есть какая-то суть ну так вот для меня а перформер это тот человек который ну вот живет своей сутью когда ему надо он достает персона он понимает что это всего лишь одна из грани его жизни и когда идет процесс мотивный тогда я работаю со своей сутью ну и я вижу суть другого человека а как вот эти скажем так в кавычках простые жители глубинки реагируют на то что им показали перформеры интерпретировали их историю как это выражаете как вы это считываете что люди говорят или что они делают в начале то есть поначалу людям когда не понятно людям не понятно что это за формат и это очевидно да а очень осторожно публика относится ну то есть что-то там она как будто бы прощупывает ну то есть я задаю вопрос они как бы так аккуратно отвечают потому что пригласили их а когда приглашают люди ну то есть у меня есть партнеры в каждой территории эти партнеры приглашают людей эти партнеры обычно пользуются уважением то есть люди понимают да куда они идут и что с ними ничего плохого не случится вот и они сначала щупывают щупают нащупывают а потом постепенно выстраивается диалог то есть это уже моя задача выстроить разговор с человеком с людьми из группы людей да и и люди раскрываются ну плачут некоторые рассказывают истории плачут это не плачут от своих историй или от того что они их увидели как бы визуально через пластику перформеров я думаю что они плачут от своих историй и от того что они их увидели ну потому что ну да есть какой-то опыт которые они пережили заново и увидели со стороны и в объеме потому что одно дело когда я проживаю опыт я внутри этого опыта другое дело когда этот опыт вижу со стороны и и со стороны его проигрывают несколько актеров и каждого актера ну то что он по-своему ощущает да рассказанное и получается что это некий такой объем и конечно ну то есть это отпускание это проживание ситуации довольно искренне что вы практикуете медитацию мастерю импровизации про импровизацию мы рассказали а про медитации вот тут я первый раз слышу про японский танец буто то есть там такие бутон бутон почитал я в википедии статью проект там сложные движения такие беспорядочные казалось бы да вот почему это для вас важно может что-то покажете вы сейчас сидите на кочке в лесу а ну может быть да можно как вписывается бутон в этот плейбек театр у вас бутон надо понимать что да бутон это японский танец это танец авангардный он родился тоже в тридцатые годы в тридцатые сороковые и что-то это из корней из дадаизма да ну то есть из школы дада вот и собственно внешне казалось бы бессмыслица но она зашифрованы как то да вот мы о том о чем я уже начала говорить то есть у каждого из нас есть какая-то глубинная суть ну да и вот для меня бутон это про возможность эту суть проявлять легально ну то есть да легализованно ну потому что ну есть какие-то правила да приличие правил заимствия людей в обществе и собственно не всегда например когда я испытываю те или иные чувства я могу их собственно проявить в полную силу так вот бутон и это танец ма еще есть такое понятие в дзен буддизме ма ну как бы или ничто ничто или все да пустота вот про это и бутон это ну вообще очень просто если это танец ма танец темноты возможно и темноты не в том плане что темных сил да а тьмы темноты в том плане что ничего и всего там в википедии пишут что там какие-то странные задания например представь что голова в 10 раз больше то есть видимо ой вот я бы не стала верить ну как бы я не стала на самом деле опираться на ну то есть можно какие-то сведения базовые почечников ну а конечно же ну то есть это надо ну как если хочется погружаться то это надо мастера с мастером как-то взаимодействовать ну а покажите какое-то одно движение которое точно вот к этой школе принадлежит раз у нас видео телемост а будто это не техника но я могу будто это не техника ну то есть это состояние то есть вы мне скажите какое вы хотите увидеть состояние я вам возможно покажу сейчас у меня выйдет давайте вот так вот разговор в этот ракурс переведем ну вот как раз как вы сейчас как вы сейчас как вы сейчас чувствуете как вот вы проснулись и вдруг поняли что вообще-то вы бабочка а не человек и все предыдущее был сон ну вот у нас пауза для аудиоверсии возникло на видео версии жесты трудно описывать всегда да но вот что-то японское я уловил потому что там у них такие страшные взгляды бывают да часто я вас испугала нет но вот и возвращаемся динара в город и в бизнес сообщества оказывается плейбэк театра очень даже используется на одном из сайтов написано по-моему вы мне послали ссылку да что там три проблемы как плейбэк театра можно использовать в роли персоналом как он может быть полезен в обучении сотрудников как с помощью плейбэка развивать компетенции работников но очень просто и видимо так же да работников собирают их истории точнее проблемные ситуации в офисе разыгрывают актера получается да и и и офисные работники реагируют или расскажите как у вас был опыт коротко у нас время мало уже на самом деле как правило вообще вообще это инструмент социализации в том числе вот как джонатан фокс говорит и как правило да то есть если есть какие-то напряженные истории в корпорации да но если приглашаются приглашают плейбэк театр то это выстраивание диалога между звеньями как ну да там а люди когда работают они в разных иерархических разных ступенях иерархии да и бывает сложно услышать друг друга да но на перформансе мы все становимся людьми но независимо от того какой у нас статус и вот как раз эмоции это язык такой универсальный он между межнациональный международный и в общем-то и меж меж звеньевой скажем так да и вот когда получалось в компаниях это делать что ну да у меня ну у меня был опыт я играла перформанс в корпоративном университете сбербанк вот мы там делали пост постренинговые да то есть перформанс что еще на корпоративе ну мы на форуме играли перформанс да то есть тоже был такой опыт ну то есть я ну понятно что это точно уже получается и что это интересно просто многие не знают про это теперь будут знать кто-то случайно увидит и услышит что можно вас пригласить тоже и совсем уже заканчиваем у вас как раз сезон начинается осенью пространстве дом будут у вас проходить это называется что это школы мастер-классы куда можно записаться и поучаствовать в качестве зрителя в качестве актера это я не понял ну да две опции то есть сначала я приглашаю поучаствовать все таки в качестве зрителя чтобы увидеть как это ну и что это и если будет желание если будет какой-то отклик то можно присоединиться да то есть это будет курс определенный значит будет трехмесячный по результатам будет понятно то есть человек входит войдет в основную труппу захочет он этого если у него достаточно навыков и времени и сил на это такое прослушивание под видом мастер-классов что поиск прослушивание поиск новых людей определенно определенно да ну то есть то есть я мне хочется сейчас собрать труппу человек 20 ну 15 чтобы можно было ну так вот по-честному да чтобы можно было каждую масштабировать бизнес да что ну я бы получать новые гранты очень важно сейчас деньги я бы говорила создавать какие-то проекты да то есть и каким-то образом обеспечивать себе интересное здоровое будущее вот так вы же продюсер своего театра еще конечно проекты вот между прочим я почитал что основатель вот этот джонатан да фокс он уже получается 93 году издал книжку учебник там 300 страниц тренинг гайд это довольно сложная не просто так и провязаться раз-два надолго учиться там много интересного уже возникло вот и в 40 странах уже наверно больше уже сейчас да эти есть театральные я бы сказал вот эти как их назвать труппы театра и в россии в том числе сколько кроме вас скольких городах ну а слушай они открываются плейбэк театра открывается я например с плейбэк театром познакомилась в уфе я год жила в уфе я там собственно с ним познакомилась и и они открываются ну то есть это ну по большому счету это такой метод формирования комьюнити какого-то сообщества на базе общего интереса и ну вот я например когда я собирала информацию на тот момент было что 20 что ли плейбэк театров по россии возможно сейчас их больше но вполне вероятно потому что надо как-то переживать сложные времена да это очень очень хороший антидепрессанта и совсем уже заканчиваем последнюю фразу прочитаю книжки этого джоната фокса она по-английски значит переводе звучит так он спрашивает себя театр это на самом деле ли нет скорее это богатство и чудо жизни людей нашей связи и течение наших историю хорошее словосочетание с нами сегодня была динара садыкова качка комка черпачок не креатив наша тема плейбэк театр и передвижная арт-резиденция русский характер спасибо удачи вам как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город березники улица юбилейная 17